Здравствуйте! Какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем и к чему сегодня нужно готовить молодежь? Об этом говорим. В нашей студии директора молодежного центра Самарский Ольга Петрухина. Здравствуйте! И ведущая психолог центра Дарья Светлик. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, мы первый раз встречаемся в этом году. Какие итоги прошлого, ушедшего года вы можете подвести? Что было такого значительного и значимого? Ну, на самом деле, в прошлом году много было хороших таких событий, которые именно были, скажем так, ключевыми событиями. Во-первых, начну с того, что в прошлом году мы увеличили количество рабочих мест для несовершеннолетних граждан, да, и оно у нас выросло значительно более чем на 30%. То есть в 2019 году мы трудоустроили более 3,5 тысяч подростков. В том числе к нам очень хорошо присоединились и промышленные предприятия, которые ранее не брали, ну, многие из них не брали подростков себе на работу. Нам также удалось, что за счет средств предприятия трудоустроить более 330 человек. Где ребята работали? Опять же, по различным вакансиям, таких как помощник специалиста, помощник инспектора, техник, помощник повара даже были, да, то есть вот такой направленности. Это одно из таких важных, скажем, итогов, которые для нас являются важным показателем. Достижения, результат вашей работы, да. А ваши достижения как-то были отмечены? Конечно же, наши достижения отмечены. В любом случае мы получили благодарственное письмо главы городского округа Самара, да, и, конечно же, в 2020 году будем только еще больше развивать данное направление. И я бы выделила такой большой, важный итог 2019 года. Это победа на Всероссийском конкурсе лучших практик по профориентированию, траектории, которая проводилась Росмолодежью и Общественной палатой Российской Федерации. В номинации «Моя профессия» победил наш конкурс, победил наш проект, который называется «Кадры популяризации рабочих специальностей среди молодежи». Мы вообще, как бы, ранее уже сами говорили про этот проект. Повторюсь, что мы проводим их совместно с промышленными предприятиями города. В рамках проекта проводятся открытые уроки. Мы выходим в школы, рассказываем о предприятиях, показываем ролики, рассказываем о возможных условиях оплаты труда, условий труда, какие социальные гарантии, социальная политика есть в той или иной структуре. Рассказываем о возможностях целевого обучения, опять же, на то или иное предприятие. В рамках проекта мы также организуем временные рабочие места в этой организации города, экскурсии проводятся. Плюсы этого проекта, что с нами участвует большое количество промышленных предприятий города, такие как завод приборных подшипников, самарский строй, фарфор, весна. Нам удалось наладить вам сотрудничество, потому что был такой пробел. Да, ЦСКБ прогресс и, конечно же, охват ребят, которые прошли через открытые уроки, составляет более полутора тысяч человек. Поэтому среди всех регионов Российской Федерации было подано более 200 проектов. Наш проект привез первое место. Мы вас поздравляем с этим, потому что действительно такое признание, это очень важно, результатов вашей работы. Психологический аспект в трудоустройстве, Дарья, вы этим, наверное, занимаетесь. Скажите, почему он важен именно психологически? И что вы в этом направлении делаете? Какая ваша миссия? Да, основное направление, которое я осуществляю, это профориентация молодежи. То есть мы работаем с ребятами от 14 до 30, грубо говоря, лет. По большей части это аудитория школьники и студенты, то есть от 14 до приблизительно 23 лет. Проводим очень много мероприятий, это различные мастер-классы, школа вожатых, школа психологов. Все направлено на ориентацию в профессиональном мире и самоопределение ребят. А вопросы психологии как-то здесь участвуют? Вот именно не профориентация, а психологические какие-то аспекты? В первую очередь, да, это все-таки самоопределение. То есть большинство ребят приходит на индивидуальные профконсультации. Мы используем некоторые психологические методики, то есть исследуем самих себя, в первую очередь свои способности. И к чему, так сказать, лежит душа, на какую профессию все-таки есть ориентация. Да, это очень важно определить, потому что все мы понимаем, что в молодом возрасте, да, кажется, что все могу охватить, везде я смогу. И определиться, да, очень сложно. Что нового в связи с тем, что мы живем в постоянно меняющееся время, да, как я все время говорю, в цифровую эру, что у вас появляется нового? Как вы ориентируетесь в этом времени? Как подстраиваетесь, идете вперед? На самом деле, да, мы стараемся подстраивать, подстраиваться под различные тенденции, которые есть. Поэтому создаем какие-то новые проекты, но в то же время те проекты, которые, как мы говорим, хорошо воспринимаются ребятами, все-таки продолжаем их у нас в центре реализовывать. Один из таких направлений – это школа вожатского мастерства. С 2006 года этот проект у нас востребован до сих пор. Да, что сейчас даже, если все знают, что у нас набор осуществляется в январе месяце, то сейчас практика складывается так, что уже во втором полугодии предыдущего года ребята начинают нам писать, звонить и спрашивать, когда начнется. В этом году мы опять набрали больше 200 человек желающих. Да, Даша? Да. Поддерживая. Как психологи работают? Ваше значение в этой работе? Вы же тоже у вас есть тоже школа? Да, я участвую как куратор школы вожатского мастерства. То есть координируем ребят, проводим занятия. С моей стороны осуществляется занятие тоже ориентированной психологии, то есть конфликтологии, возрастные особенности детей. По большей части школы вожатых все-таки осуществляют профориентацию на педагогические профессии, именно на социальную направленность. Заранее ребята обучаются, как работать с детьми. Это все то, что пригодится в будущем. И ребята старше 18 лет направляются, точнее, им предоставляется информация о лагерях, которым требуются вожатые. И летом они едут работать с детьми в лагеря, прям полноценные вожатые, становятся полноценными педагогами с опытом работы. Да, это очень важно, потому что вот сейчас такое время, когда дети замыкаются, трудно общаться, да? Вот есть такое явление в современном мире, что вот все сидят в интернете друг с другом, а когда выходят реально на встречу друг с другом, не могут нормально общаться. Коммуникации не хватает, навыков коммуникации. Здесь я отметила то, что в этом году очень большое количество записалось ребят в возрасте от 16 лет. Именно очень более 100 человек, поэтому мы в этом году и в том году уже реализовывали этот проект вместе тоже с Центром дополнительного образования «Экология детства». Потому что получается, что очень много, большое количество ресурсов на организацию школы вожатского мастерства нужно тоже задействовать, чтобы с каждым человеком проработать конкретно всю программу, чтобы они действительно на выходе были отличными специалистами. И опыт показывает все равно, что определенная категория молодежи идет на вожатых, да? Это, как правило, яркие, активные люди, очень такие, имеющиеся чувствовать, очень внимательные, очень яркие. Многие из них, как говорится, прирожденные лидеры, да? То есть очень много «но», и практика показывает по прошлому году, что были люди, которые приходили замкнутыми и буквально после четвертого-пятого занятия раскрывались очень, скажем так, творческими, талантливыми людьми. Да, но у вас даже кроме этого всего есть и школа психологии, или нет? Проект школы психологов. Проект школы психологов. Проект школы психологов. Если быть точнее. Да, это проект, состоящий из четырех занятий, на котором мы с ребятами занимаемся психологическим просвещением. Большинство ребят, которые приходят на диагностику, на индивидуальные консультации, очень часто интересуются именно профессиями социального характера. То есть в первую очередь им очень интересна психология, потому что это очень развивающаяся наука, которая всех на данный момент так интересует. Популярно, прямо скажем. Да, и мы решили, что нужно запустить такой проект, на котором будем знакомиться именно с этой профессией, социальной направленностью. Как раз учимся навыкам коммуникации, исследуем свою психику, то есть все тоже направлено на самоопределение. А как вы относитесь к тому, что сейчас многие психологи дают консультации онлайн, вот к этой деятельности? Не напрямую общаясь вот вживую с клиентами, а вот очень много таких психологов, которые консультируют, что-то там вот выясняют. Это как? Ну, все-таки психолог – это социальная профессия. Я считаю, что должен сохраняться именно контакт, как физический, не только, да, то есть живой контакт, именно общение один на один. То есть важно для человека, для пациента, так скажем, вот в кавычках, да, грубо говоря, что это важно тоже, не через вот какие-то там медиа. То есть читать эмоции, жесты, все равно это как бы теряется, так сказать, при передаче видео, либо каких-то звуков. Понятно. У вас есть интересный очень лайфхак по трудоустройству. Что это такое? Проект? И современное название какое-то. Я думаю, что для определенной категории людей нужно его расшифровать все-таки. Я очень оценила, да, то, что вы тоже следите за нашими актуальными проектами. Вообще проект действительно интересный, новый, и идея родилась тоже у другого ведущего психолога Ирины Емельченковой. Сделать это в рамках проекта «Дни студенческой занятий в Самаре». Тоже ежегодный проект, который проводится в неделю до 25 января. Очень, мы тоже понимаем, что студенты занятой народ, да, и не все смогли к нам прийти именно на различные мастер-классы, которые мы наполняем неделю перед днем Дня студента. Но мы хотим быть полезными, нужными. Мы видим, что ребята подписываются на нас в группу ВКонтакте и в Инстаграм. Поэтому нужно, чтобы читали. Мы также активно взаимодействуем с предприятиями города, абсолютно со всеми. И вот многие представители, организации отозвались на нашу идею о том, чтобы какие-то сделать короткие, скажем так, эссе о том, как ребятам пройти собеседование, то есть какие-то определенные ключевые моменты. Кто писал об этом? Различные коучи, да, представители различных организаций. То есть она говорила, показывала свой опыт буквально вот коротко, лаконично, как ее взяли на работу и какие ключевые акценты нужно было говорить в собеседовании, да. Представитель компании Дом.ру говорила о том, что все-таки как готовиться к собеседованию, да, и какие акценты нужно делать. Опять же, это не длинная статья, а действительно короткими лайфхаками, то есть короткой информацией. То есть ребята взяли этот момент, да, себе как бы в память, да, и это обязательно выстрелит. То есть не надо читать эти большие, огромные статьи. А потому что уже восприятие меняется молодежью, как только они видят что-то длинное и нудное, прямо скажем, они просто от этого отказываются. Права я как, вот с психологической точки зрения, вы такую тенденцию отмечаете? Большой объем информации в печатном тексте на данный момент, ну, воспринимается скучно, всегда нужен какой-нибудь интерактив, вот, практические занятия, все-таки так информация усваивается лучше. Да, Дарья, вот у вас есть возможность сейчас как раз сказать несколько советов, дать нашей аудитории, как вести себя на собеседовании, допустим. Вот если кто-то собирается, но к вам не ходит, вот что вы можете подсказать? Именно с психологической точки зрения, в первую очередь, чувствовать себя уверенно. Вот, это такое основное настроение, которое должно... А как настроиться на то, чтобы чувствовать? Это же вот не просто так чувствовать себя уверенно. Хвалить себя, считать, что никто лучше не сделает, чем я на данный момент. И все-таки именно уверенный настрой, это то должно сопровождать на собеседовании любого человека. Чтобы был настрой, мне кажется, нужно подключиться к этой теме заранее. Мы всегда говорим про то, что куда ты идешь, подготовься к этому. То есть, если ты идешь на собеседование в какую-то компанию, прочитай информацию об этой компании. То есть, посмотри, где она действует, какие планы у этой компании. То есть, на какую должность ты претендуешь. Посмотри информацию об этом отделе по мониторе в сети интернет. Чем больше мы знаем об этой компании, тем тебе будет спокойнее, проще, легче воспринимать. Опять же, не опаздывать на собеседование. Ни в коем случае прийти заранее. То есть, минут за 15 уже быть. Может быть, возможно подготовить какие-то тоже вопросы, чтобы показать заинтересованность. Но еще соглашусь с тем, что сейчас многие компании проводят, как говорится, несколько этапов собеседования. То есть, нужно быть готовым к тому, что такое тоже может быть. То есть, сначала вы направляете резюме, его рассматривают, вас с вами проводят собеседование по телефону. Потом наступает второй этап. Вас приглашают, допустим, менеджер, директор персонала, то есть служба отдела по работе с персоналом. И если вы проходите этот этап, то вы уже идете на третий этап, где идет, грубо говоря, согласование с руководством организации. Ни в коем случае не пугаться. Это нормальная практика, особенно у тех компаний, которые, как мы говорим, высоко развиты. Это с высоким уровнем развития, высоким уровнем заработной платы и так далее. И вопросы, которые могут звучать на собеседовании, они могут быть совершенно разные. Вплоть до того, какую последнюю книгу вы прочитали. То есть, будьте готовы и спокойны. Пусть не пугают вас данные вопросы. Это нормальная практика. Надо готовиться. Скажите, какие еще мастер-классы проводятся в центре? Чему можно там научиться? И насколько они востребованы сегодня? Вот что выстреливает его? Перечень мастер-классов довольно широк. То есть, мы постоянно пробуем что-то новое. То есть, чередуем, меняем, заменяем, используем какие-то новые тематики. По большей части, как бы пользу популярностью, мастер-классы направлены, опять же, на психологические составляющие. То есть, особенности характера в выборе профессии. Как найти именно свое призвание в какой-то профессии. Ну, и также отмечу, что популярностью пользуются мастер-классы именно про современные навыки, про современные профессии. На самом деле, ребята на данный момент интересуются довольно многими вещами. Вот, поэтому мастер-классы у нас тоже довольно хорошо. Можно следить за новостями, да, и на любой. Просто предварительно записаться и прийти, это абсолютно бесплатно. Как правило, тоже понимаем, что какая-то часть мастер-классов ориентирована на школьников, на выбор профессии. Какая-то часть мастер-классов ориентирована на ребят, которые возросли. Вы приглашаете консультантов, да, специалистов на них или своими силами? У нас, как Дарья Александровна, Ирина Емельченко, ведущая, так, на некоторые мастер-классы к нам приходят, да, приглашенные эксперты. Как правило, это представители работодателей, очень крупных работодателей Самары. А ярмарки-вакансии, которые в практике, вот, в традиции, они не уходят в прошлое, они также проводятся? Есть к ним интерес? Ярмарки-молодежные вакансии проводим также, только теперь территориально, на площадке какого-либо учебного заведения, среднепрофессионального или высшего. Практика показывает нужное мероприятие, также пользуется спросом, как говорится, интересом со стороны ребят и со стороны работодателей. Ближайшая ярмарка будет 12 февраля в Попорском государственном колледже, плюс таких мероприятий. Как мы говорим, что сюда не приходят, ну, в кавычках, лишних организаций. То есть мы направляем информацию в организацию о том, каких специалистов обучает то или иное учебное заведение. И предприятие или организация, когда идет на ярмарку, они уже понимают, да, что какие специальности и какие вакансии надо закрыть, да. Не будем озвучить, но, например, государственное учреждение, да, где требуется большое количество юристов, зная о том, что в этом учебном заведении готовят специалистов, приходят. То есть им это интересно, площадка. Берем какой-то технический вуз, там, конечно, идут больше предприятий, которые ориентированы на молодые кадры именно после технических специальностей. То есть, скажем, более такая адресная подача информации, да, да, адресная. Ну, сейчас такое время, когда никто не хочет экономить свое время, не хочет тратить на что-то лишнее. Поэтому получается, что за короткий промежуток времени, потому что, как правило, ярмарка идет не более трех часов, и работодатели находят большое количество работников, и работники максимально тоже проводят время с пользой. Во время ярмарки также можно посещать различные мастер-классы. И лучше, конечно же, мы всегда говорим, прийти в подготовленном, то есть заранее составленном резюме. Отдельная тема – это трудоустройство подростков с отклонениями в здоровье, с особыми возможностями здоровья. Какие-то новые возможности появляются? Вот как выстроен этот процесс у вас? Может быть, есть какие-то цифры? Сколько вы помогли? Вот в 2019 году, если именно говорить о подростках, то мы в рамках муниципальных программ и областных трудоустроили порядка 190 человек. Но, опять же, готовы принять больше. Здесь очень часто встает желание и возможности родителей направлять на работу данного подростка. У родителей существует некий страх, тревога за то, как ребенок сможет работать, тем более он несовершеннолетний. Как правило, такие дети, что говорите, живут в таких более безопасных условиях. И когда показывает практика, что когда ребенок хотя бы один раз отработал, допустим, неделю-две, то они придут повторно. Всегда говорю таким родителям, что, поверьте, у нас большой опыт в этом направлении. Мы направляем в организацию, где знают, что придет такой ребенок, где будет специальный наставник с ним заниматься, где будут определенные люди заниматься этим ребенком. То есть это обязательно будут какие-то безопасные условия труда. Здесь уже, получается, психологическая работа нужна для родителей. Именно с родителями. Вот такая ориентация, чтобы не было лишних волнений. Хотя известная личность демонстрирует сегодня такой опыт, устраивая своих детей с особенностями в какие-то предприятия, коллективы с мировым именем. И как все довольны, и вот это тоже нужно учитывать. И у нас программа также есть временного трудоустройства для ребят в возрасте от 18 до 30 лет, которые тоже ищут работу. Как правило, к нам приходят участвовать в этой программе ребята, которые вообще не имеют опыта работы. То есть они закончили какое-то учебное заведение. И им страшно даже вот этот шаг сделать поиска работы. В рамках этой программы мы также организуем временное рабочее место сроком до одного месяца. Скажем так, в тепличную организацию какую-то, где будет наставник, будет с ним заниматься, будет взаимодействовать с этим молодым человеком. Цель этой программы – все-таки создать такие условия, чтобы он почувствовал уверенность и помочь найти работу именно на постоянное место работы. Дарья, вы сказали, что есть интерес к тому, какие будут профессии в ближайшем будущем. Можете раскрыть нам тоже, на что ориентироваться уже сегодня молодежи? Потому что все меняется. Все-таки большинство специалистов сейчас говорят о том, что будут востребованы технические специальности. Да, такие как нанотехнологии, различные робототехника. То есть сейчас идет тенденция, что на производствах людей происходит автоматизация. И именно разработка и управление вот этими машинами, все, что направлено на всю эту систему, такие профессии действительно будут востребованы. Но не остается без внимания социальная сфера – это педагоги, это врачи, полиция, военнослужащие. Потому что люди всегда были, есть и будут. То есть если рассматривать педагогов, то детей всегда надо будет воспитывать, чему-то обучать. И никакая машина ребенка не воспитает. И такие профессии тоже будут достаточно востребованы. Ну я даже слышала, что и психологи будут очень востребованы в высшей, высокой категории в ближайшем будущем, что от этого и не уйти. Потому что проблемы тоже они не уйдут. Конечно. Человеческие, психологические никак. У современного человека уровень стресса гораздо выше, чем, например, если сравнивать с исследованиями лет 15-20 летней давности. И качественные действительно психологи будут тоже востребованы, такие специалисты. Здесь вообще хочется поднять эту тему, что все равно ориентация и рынка труда идет на профессионалов. Конечно же, в любой сфере, если ты профессионал, то, конечно, ты будешь востребован. Это еще раз говорит о том, что нужно развиваться, развивать различные свои навыки, получать дополнительное образование. Только специалисты у нас востребованы, независимо от того, в какой сфере ты работаешь. Даже, да. Не хотелось бы обходить творческую такую составляющую, творческое развитие, творческое самовыражение. Оно как-то будет, вот, как-то можно приспособиться, если ты вот не технарь, а с таким, с гуманитарным содержанием. Так вот что делать? Креативность – это одно такое большое, то, что отличает человека от машины. То есть машины, конечно, умеют копировать рисунки, но создать что-то новое и уникальное пока что может только человек. Поэтому творческие специальности будут тоже… Отчаиваться не стоит ни в коем случае, потому что творчество – это очень даже прекрасно. Вот, и востребован тоже. Сегодня очень много находят людей самовыражение в интернете и предлагают свои услуги. Как вы к этому относитесь? Это вот меняется с профориентационной точки зрения? Тоже можно как-то поменяться, тоже предлагать людям выходить в интернете со своими, вот, какими-то задумками реализации? Вот кто вот? Ну, психологи оказывают услуги, педагоги через интернет, еще до массы там. Ну, это вообще все равно форма занятости людей в целом, скажем так, да? Это тоже рабочие специальности, вернее, это тоже один из форм занятости для молодежи. Вообще, как бы сейчас идет такой тренд на работу именно удаленную, да? Многие любят работать, как привлеченные специалисты, да? Почему бы нет? Это одна из возможностей, которая развивается. Как говорится, сегодня самозанятые. Самозанятые, да, да. Это тоже возможность развиваться. Ну, давайте начнем с того, что в основном это молодежь позиционирует, да? А стоит молодежи ориентироваться на такую самозанятость? Или лучше все-таки сначала, как-то в коллекции? Да, ну, чтобы какие-то навыки приобрести все-таки. Я считаю, что нужно. На самозанятость ориентироваться. Да, все равно, если есть силы, если есть возможность, если есть желание, они развиваются в этом направлении, то это точно успех. Все-таки, конечно же, более взрослые люди ориентируются на график работы. Привычный уже такой, традиционный. Привычный, да, стабильный, да. При этом, может быть, работа не доставляет кучу удовольствия, да, и нет возможности что-то креативить и так далее, да. А современная молодежь все-таки работает немножко в ином темпе. Многие, например, делают акцент на реализацию какого-то проекта, да, и, как правило, эти проекты, там, допустим, не круглогодично, а то есть там идет определенное количество месяцев, вот. Остальную половину месяца восстанавливаются, придумывают новые проекты. Почему бы и нет, если это получается, только, да, наоборот, нам надо поддерживать эти направления работы. Да, и даже, может быть, какие-то новые проекты придумывать именно вот в этом направлении. Да, 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 это тоже рабочие места, и повышается уровень доходов самозанятых граждан. Да, 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 тем более сейчас такая политика налоговая. Да, почему бы нет, конечно. Там небольшие проценты налоговые. И остается у нас немного времени, хотелось бы еще несколько слов сказать о занятости во время каникул. Вот будут ближайшие весенние, затем большие летние. Стоит ли ориентироваться вот на такие небольшие сроки занятости, вот, или нет? Если говорить... Или уже лето ждать? Если говорить вообще в целом, то мы обязательно, значит, будет у нас с марта месяца, с февраля, организация занятости во время учебного процесса. Те ребята, которые могут работать, да, пожалуйста, приглашаем. Напомню, что 14-летние и 15-летние работают 2,5 часа в пятницу, 2 и 16-17 лет работают 3,5 часа в день после учебы. Напомню, что мы не можем привлекать к работе выходные, праздничные, там, ночное время, да, поэтому нужно будет предоставить документ с учебного заведения о том, до скольки ребенок учится. Если говорить о каникулах на летний период, то, конечно же, однозначно надо поработать любому подростку хотя бы, ну, скажем, месяц, да, чтобы почувствовать свои силы. Это, опять же, вернуть к тому, что отличная возможность профориентирования, возможность найти себе новых друзей, определиться вообще с направлением своего профессионального развития в дальнейшем, ну, и, конечно же, получить заработную плату. В любом случае, запись уже начнется с 1 апреля. И у нас буквально два слова о двух проектах, напомню, которые есть для молодежи. И тоже ребята могут принимать участие круглогодично. Это в рамках путевка в профессию и поддержка безработной молодежи в Самаре. В Самаре программа фонда Аркони, которую мы реализуем с благотворительным фондом Самарской губернии, обучаем ребят, напомню, да, в этом году обучаем по профессии автослесарь и пекарь. Потом ребята также проходят стажировку, оплачиваем, и мы находим постоянное место работы. И второй проект, который у нас сейчас, он прямо стартовал буквально с января месяца, совместно с благотворительным фондом «Хранители детства» и «Мегафон». Он называется «Включайся и будь успешен», ориентирован тоже для детей, сирот, подростков, сирот от 14 до 20 лет. Проект состоит из нескольких этапов, тоже мощная профориентация с использованием мощного информационного ресурса с сайта, например, q.ru. И проект тоже ориентирован на посещение различных компаний, то есть экскурсии, и обязательное трудоустройство. При этом один из желающих поедет в Москву в компанию «Мегафон». И последний вопрос, Дарья. С какими психологическими проблемами сталкивается молодежь при трудоустройстве, при планировании? Вот на что бы вы хотели обратить внимание? Ну, это скорее не психологический аспект, а такой общий, то есть это недостаток знаний. То есть не до конца ребята понимают, какие профессии нужны, какие важны именно в данный период времени. Потому что возникает какая-то мечта в определенном возрасте, и это как один из вариантов развития событий, они к ней стремятся. На самом деле нужно анализировать, смотреть, какие профессии востребованы, какие навыки ты приобретаешь сам на протяжении жизни, и самое главное, чего ты хочешь. Разобраться в себе вы и поможете. Да, мы привлекаем как раз молодежь к тому, чтобы в первую очередь разобраться с самим собой. И рассматривать все-таки то, что ты умеешь сам. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!